Всем большой привет! Сегодня будем заготавливать на зиму бочковые помидоры. Квасить их можно не только в бочке, но и в любой стеклянной эмалированной или керамической посуде. Снимать первую пробу с таких солёных помидоров можно уже через 7-10 дней. В полной перечине точное количество всех используемых ингредиентов будет указано в конце видео. Сначала делаем рассол. Берём любую питьевую некипяченую воду, главное без хлора. Добавляем сахар и соль. Из расчета на 1 литр воды 20 граммов сахара и 40 граммов соли. И хорошо размешиваем. Теперь подбираем подходящую для засолки емкость. У меня керамическая кадушка объемом 3,5 литра. На дно посуды бросаем 15-20 горошин черного перца. Кладём пару листков хрена, 2 веточки укропа с зонтиком, 5 листиков вишни, 5 листиков смородины, разрезаем 3-4 зубчика чеснока, а затем накладываем помидоры. Томаты желательно брать спелые, но твёрдые, небольшого размера с толстой кожицей. Чтобы помидоры поплотнее улеглись, емкость периодически хорошо встряхиваем. В процессе наполнения между помидорами делаем прослойки из хрена, укропа, листьев смородины и вишни. Не забываем про чеснок. Каждый зубчик обязательно режем на 2-3 части, так он отдаст рассолу больше аромата. Когда все помидоры будут уложены, заливаем их приготовленным рассолом и выкладываем оставшиеся листья хрена. Прикрываем всё сложенное несколько раз марлей, хорошо прижимаем её, чтобы она промокла, и высыпаем 1 столовую ложку семян горчицы, таким образом предупреждая появление плесени. Сверху устанавливаем специальную крышку или груз, чтобы помидоры всё время полностью были в рассоле. Вот и всё! Через 7-10 дней нахождения в тепле квашеные помидоры будут готовы. Если томаты сразу отправить в прохладное место, тогда они просолятся примерно через 2 месяца. Чтобы избежать протекания, емкость с помидорами на весь период брожения лучше поставить в какую-то миску. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.